МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Мир в эфире». Мы продолжаем рассказывать о самых значимых и интересных зарубежных событиях прошедшей недели. Я Сергей Корняков. Здравствуйте. Смотрите в следующие 30 минут. Дорогу мигрантам новая администрация Белого дома наметила контуры внешней и внутренней политики. Действительно ли Америка ждет всех с распростертыми объятиями? Игры в демократию закончились. Мьянма снова под контролем военных. На чьей стороне гражданское общество? И готово ли оно отстаивать свои права? Тест на коронавирус за минуту, причем без болезненных манипуляций. Что за новую диагностику инфекции разработали в Нидерландах? Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения не нашли в Ухане нулевого пациента и источник появления COVID-19. Вируса, который изменил жизнь во всем мире. Но результаты все же есть. Делегации удалось побывать на объектах, на которых, по некоторым данным, и могло произойти первое заражение. Это рынок и тот самый институт вирусологии, где хранят особо опасные образцы. Визит специалистов ВОЗ долго откладывался, однако и после приезда в Ухань им пришлось ждать еще две недели. Все подробности в репортаже нашего корреспондента в Китае Бутагос Сыргабаевой. Эксперты ВОЗ приехали в Ухань за ответом на главный вопрос. Где появился COVID-19? Визит делегаций проходил строго по программе, а полиция всячески ограничивала общение с журналистами. Сначала сотрудники организации посетили госпиталь, где лечили самых ранних пациентов с коронавирусом, и рынок морепродуктов Хуанань. Считается, что именно там выявили первые случаи заражения. Но наибольший интерес вызвала поездка в институт вирусологии. Это то самое место, где по некоторым конспиративным теориям COVID сначала создали, а затем то ли выпустили, то ли случайно потеряли. Специалисты провели там более трех часов и, судя по всему, остались довольны результатами. Позже один из членов делегации напишет в Твиттер. С нетерпением жду возможности сообщить миру о наших первоначальных результатах. До сих пор у нас был легкий доступ к местам, которые мы просили посетить. Будем надеяться, что это станет началом лучшего понимания того, как мы можем предотвратить будущие пандемии. Искусственное происхождение вируса пока никто не подтвердил официально. Поэтому одной из основных версий остается заражение человека от животного. Может быть, поэтому в программу включили и посещение других рынков. Делегаты заявили о том, что более ранний визит принес больше результатов. Итак, вы знаете, есть краткосрочные вещи, которые заключаются в том, чтобы проанализировать то, что мы действительно знаем сейчас, и собрать все данные воедино. Затем будет серия долгосрочных проектов. Как я сказал, это может занять годы. Представитель Всемирной организации здравоохранения уже заявила, что по итогам визита делегации будет подготовлен открытый отчет. Однако он не даст ответов на все вопросы. О необходимости дополнительных исследований говорят и в Пекине. Здесь не исключают попадание вируса в Китай извне и призывают провести расследование в других государствах. Одна из версий – COVID-19 могли привезти в Ухань вместе с замороженной продукцией. Изучение происхождения вируса является сложной научной задачей, которая затрагивает несколько мест в нескольких странах. И ее должны совместно решать ученые со всего мира. Китай, как всегда, сохраняет открытую и прозрачную позицию и поддерживает тесные контакты и сотрудничество с ВОЗ в отслеживании происхождения вируса. По официальным данным, с мая 2020 года в Ухане не было зарегистрировано заражение COVID-19. Сейчас жизнь в городе почти не отличается от докарантинного периода. Кафе, рестораны и другие общественные места работают в обычном режиме. Уханьцы ведут привычный образ жизни. Визит делегации экспертов Всемирной организации здравоохранения согласовывался несколько месяцев. По информации МИД КНР, это произошло из-за, цитирую, специфики официальных процедур в условиях пандемии. Тем не менее, содействие китайского правительства ВОЗ оценило положительно. И, как отметила эксперт организации, полученные в Ухане ответы порождают новые вопросы. Поэтому исследование будет продолжено. Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцин. Внимание! Сразу в 10 раз. Это показали антитела, извлеченные из крови людей, привитых файзером. Препарат в 10 раз менее эффективен против вируса с мутацией, того самого британского штамма. Первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 миллионов человек. Ученые из Кембриджского университета обнаружили как минимум 11 различных мутаций этого штамма. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что новые версии вируса были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле. И теперь в этих городах будет проведено массовое тестирование. Впрочем, глава Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард заявил, что препарат может обеспечить защиту, даже если коронавирус эволюционирует. Это действительно хорошие новости, они очень позитивные, потому что мы знаем, что вакцина – это выход из этой ситуации. Новая информация из Оксфорда показывает, что оксфордская вакцина работает. Дышите, не дышите. В Нидерландах научились выявлять коронавирус по дыханию. Машина Spironose проводит анализ выдыхаемого человеком воздуха и по составу определяет, инфицирован ли он. Результат известен уже через минуту, но все-таки даже после положительного теста человека отправят на дополнительный традиционный анализ – на коронавирус. Аппарат изначально был разработан для обнаружения астмы и рака легких. На этой неделе новый вид диагностики уже начали тестировать в Амстердаме. А на следующий новинку будут использовать 4 крупных пункта тестирования. И в ближайшие месяцы мгновенные тесты станут доступны жителям других регионов. Я думаю, конечно, гораздо приятнее делать такой тест, чем этот тампон в носу и в горле. Поэтому я надеюсь, что люди будут чаще посещать наш центр тестирования. Так что это хорошо. Нидерланды внедряют дыхательный экспресс-тесты на COVID-19, чтобы ускорить процесс проверки и сделать его, что называется, более приятным. Но машина очень чувствительна к алкоголю, дыму и другим отвлекающим факторам в дыхании человека. И по словам разработчиков, ей можно доверять, если она указывает на отсутствие болезни. Джо Байден продолжает отменять распоряжение своего предшественника. На этот раз изменения коснулись сферы миграционной политики. Если говорить простыми словами, при новом президенте Соединенных Штатов станет легче получить американское гражданство, а нелегалы, находящиеся на территории страны, смогут остаться и работать официально. Но все не так просто. Инициативы новой администрации уже встретили сопротивление. Подробности у Дамира Абова. Стена Дональда Трампа и его политика нулевой толерантности изменила судьбы тысяч нелегальных мигрантов. Мексиканская граница была своего рода форпостом, через который просто так не пройти, не пролезть. До сих пор многие семьи ждут воссоединения. При аресте детей нелегалов отбирали, чтобы предъявить родителям официальное обвинение. Но процесс, похоже, затянулся, а люди ждут. Надеясь, что высокий забор скоро рухнет с приходом к власти нового президента. Сегодня мы начинаем работать над тем, чтобы устранить моральный и национальный позор допущенной прежней администрации, которая буквально, а не образно говоря, вырывала детей из рук, их матерей и отцов на границе. И без какого-либо плана воссоединения детей, которые нуждаются в опеке и их родителей. «Я не создаю новых законов, а лишь избавляюсь от плохой политики», добавил Джо Байден, подписав три соответствующих указа. Если его предшественник видел в мигрантах угрозу и применял только кнут, то нынешний глава Белого дома начал с пряников. При новой администрации люди без легального статуса смогут получить гражданство после 8 лет пребывания в стране. Если, конечно, будут работать и не приступать к закону. Преимущество получат участники программы «Дака», запущенные при бараке Обаме, которые дают возможность нелегалам, попавшим в Штаты еще в детстве, учиться и трудоустроиться. «Я очень рада всему, что происходит сейчас. Теперь у меня появилась дополнительная мотивация учиться. Иметь равные права – это здорово». Байден, судя по всему, пытается махом уничтожить все то, что было сделано в эпоху Трампа. В январе он отменил запрет на въезд в США граждан некоторых мусульманских государств – Сирии, Ирана, Ливии, Йемена. Жители этих стран не могут попасть в Америку с 2017 года. Правозащитники не раз подвергали резкой критике такие действия властей. Однако Верховный суд Соединенных Штатов не усмотрел в том указе Трампа признаков религиозной враждебности. Вообще, 45-й президент США любил корректировать черный список, куда попадали и страны СНГ. «Мы пытаемся исправить ущерб, нанесенный предыдущей администрацией. Наша цель – внедрить гуманный иммиграционный процесс, чтобы к людям относились как к людям. Конечно, это не произойдет в одночасье. У нас есть законопроекты, которые, как мы надеемся, сможем провести через Конгресс». Кстати, вот тут может начаться самое интересное. Противники Джо Байдена никуда не делись. И не исключено, что будут всячески мешать новому президенту выглядеть перед избирателями этаким благородным старичком. Первый иск в адрес новой администрации уже подан. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон, республиканец, решил оспорить решение властей прекратить процесс депортации нелегальных иммигрантов. Мол, Министерство внутренних дел не провело консультации по этому вопросу с властями штатов. На неделе Джо Байден распорядился увеличить квоту для беженцев до 125 тысяч человек в этом году. При Трампе было 15 тысяч. Кто знает, чем обернется такая лояльная иммиграционная политика Джо Байдена. Стать американцем явно станет проще. Но тем, кто уже находится в стране, а это как минимум 11 миллионов, но вряд ли это будет волновать тысяч нелегалов, идущих длинным караваном за американской мечтой. Политический обозреватель Газис Абишев на этой неделе проанализировал миграционную политику бывшего президента Трампа и пришедшего ему на смену Байдена. О их методах работы и будущем людей, приезжающих в Соединенные Штаты, в рубрике «Что дальше?». Да, безусловно, президент Байден будет разрушать миграционную политику Дональда Трампа, которая во многом была популистской и следовала в мейнстриме республиканской партии. Это изоляционизм от юга, никого не пускать, все, мы сохраняем Америку американской. И между строк читалось, мы хотим сохранить Америку белой. Но не нужно думать, что Джо Байден и демократы хотят наполнить Америку латиноамериканскими эмигрантами. Не будем забывать, что президент Обама поставил рекорды в сравнении со своими предшественниками по депортации людей из США. Всего за 8 лет своего президентского правления он депортировал 3 миллиона человек. То есть, на самом деле, демократы считают следующим образом, что дешевая рабочая сила эффективна для американской экономики, конечно же. Но она отбирает рабочие места у местных жителей, но чаще всего это борьба за рабочие места между испаноязычными мигрантами и испаноязычными потомками мигрантов прошлых десятилетий. Условно говоря, мигранты из Никарагуа никак не угрожают рабочим местам инженеров среднего класса из Филадельфии, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Бостона. Поэтому это их внутренняя борьба на их нижнем уровне социальной иерархии. Конечно, они могут пробиться вверх, но их дети, их внуки пробьются вверх и начнут бороться за места в Нью-Йорке. Но это уже будут не мигранты, это уже будут такие натурализованные американцы, которые приняли американскую идеологию и американскую гражданственность. Просто демократы во главе с Байденом хотят сделать процесс более эффективным со своей точки зрения. Они хотят построить так называемый path to citizenship, дорога к гражданству. Жесткая республиканская система не дает им этой возможности, и поэтому многие из них, находясь в состоянии безнадеги, вливаются в нелегальные схемы, в мафию, в наркокартели, совершают преступления, убийства, лишь бы выжить. Поэтому по логике демократов система стимулов и пряника впереди эффективнее системы кнута, которые применяют республиканцы, республиканские консерваторы. Что ж, решил изменить Байден и контуры внешней политики США. Мы без колебаний увеличим издержки для России, заявил он в своей недавней программной речи. По словам Байдена, политика новой администрации в отношении России будет коренным образом отличаться от линии его предшественника Трампа, который избегал прямой конфронтации с Москвой. Более того, по мнению многих американских политологов, разные отношения с Россией являются чуть ли не ключевым отличием политики демократа Байдена и республиканца Трампа. Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличной от моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты молчали перед лицом агрессивных действий России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления ее граждан сочтены. Мы без колебаний будем защищать наши жизненно важные интересы и наш народ. Однако не все так драматично, как кажется на первый взгляд. На неделе США и Россия буквально запрыгнули в последний вагон и подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Коротко, ДСНВ. Он был рассчитан на 10 лет и истекал 5 февраля, но стороны приняли решение продлить договор еще на 5 лет. Фактически именно это соглашение удерживает обе страны от гонки ядерных вооружений и обеспечивает безопасность. США, отмечу, требуют, чтобы к договору присоединился и Китай. Россия же считает, что в нем тогда могли бы участвовать и Великобритания с Францией, чьи ядерные потенциалы в целом соизмеримы с китайским. Но, как показывает мировая практика, история продления этого договора, несмотря на риторику двух стран, уже прогресс в вопросе мировой безопасности. Продолжим эфир программы нашей новой рубрикой «Фото недели». Редакция «Мира» выбирает самую интересную и резонансную фотографию прошедших 7 дней, которая привлекла, по нашему мнению, больше всего внимания. Итак, на «Фото недели» Алексей Навальный в зале суда. Российский оппозиционер, показавший жестом сердечко своей жене Юлии во время оглашения решения суда, растрогал тысячи россиян. Суд принял решение заменить Алексею Навальному условный срок по делу Ифраше на реальный. Его приговорили к 3,5 годам колонии, но с учетом нахождения под домашним арестом, он должен провести в заключении 2 года и 8 месяцев. Официально российского оппозиционера обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. А сейчас коротко о том, что вы увидите далее. Украинская оппозиция намерена объявить импичмент Зеленскому. Почему правящая партия страны не воспринимает эти угрозы всерьез? Против новых назначений правил. За что борются протестующие студенты Турции и фермеры Индии? Подробности в нашем обзоре. Аплодировать, но не скандировать. Какие еще коронавирусные правила ждут болельщиков Олимпиады в Токио? Тем временем обострение политической ситуации назревает. В Украине оппозиция страны инициирует импичмент президенту Зеленскому. Буквально как по сценарию нашумевшего украинского сериала «Слуга народа», где Зеленский сыграл главную роль президента страны. Однако повод в реальной жизни другой. Главу государства обвиняют, цитата, в уничтожении свободы слова и надругательстве над избирателями. Политическая партия, оппозиционная платформа «За жизнь» раскритиковала указ Зеленского о применении санкций против народного депутата Тараса Казака и закрытия принадлежащих ему трех телеканалов «112 Украина», «Ньюс Уан» и «Зик». Такие действия властей в оппозиционной партии расценили как антиукраинские. Зеленский же объяснил это борьбой с иностранной пропагандой. Мнение официального Киева высказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Украина всегда защищала, защищает и будет защищать свою национальную безопасность, в том числе информационную. Основная угроза, с которой Украина сталкивается вот уже почти 7 лет, это попытки России подорвать украинскую демократию и ее интеграцию с Европейским Союзом и НАТО. Заявление депутатов об инициативе импичмента Зеленский назвал попыткой раскола страны. А вот в Союзе журналистов Украины решение закрыть телеканалы восприняли критично. Представители СМИ намерены теперь обратиться в ОБСЕ. В Брюсселе же, к слову, по словам представителя Украины при Евросоюзе Николая Тачицкого, к решению о блокировке отнеслись положительно. Правда, официально представители ЕС высказались лишь о поддержке свободы слова. Взрыв космического корабля в Соединенных Штатах и массовые протесты в разных странах мира. Главные новости коротко в традиционной рубрике. 159 студентов задержали во время протестов в Стамбуле. По данным СМИ, молодежь, вышедшую на мирную акцию, начали разгонять полицейские. Они применили слезоточивый газ. Студенты выступали против назначения ректора Босфорского университета. Им стал Мелих Булу. Новый руководитель учебного заведения – близкий сторонник Раджи Патаипа Эрдогана. Учащиеся требовали не только ухода ректора с поста, но и освобождения из тюрьмы четырех студентов. В Индии не утихают массовые протесты фермеров. Они выступают против новых законов о сельском хозяйстве. На фоне пандемии коронавируса правительство решило отказаться от своих обязательств перед производителями. Ранее власти гарантировали минимальную закупочную цену. Новые законы предусматривают право фермеров продавать продукцию на рынках в любой точке страны, а также самостоятельно устанавливать закупочную цену. Введенные новшества фермеры, а они составляют почти 40% населения страны, назвали смертным приговором. Прототип корабля «Старшип» от SpaceX взорвался во время испытаний в американском штате Техас. Ракету с серийным номером 9 успешно запустили. Она поднялась на 10 километров, но при посадке ударилась о землю и взорвалась. Трансляция запуска велась на странице компании в Твиттер. Космическое устройство предназначено для полетов на Луну и Марс. В SpaceX заявили, что причиной аварии стало низкое давление в топливном баке. Тем не менее, основатель компании Илон Маск назвал испытания успешными. Музыкальный конкурс «Евровидение-2021» пройдет 18, 20 и 22 мая. Однако формат будет определен позже. Первый из вариантов предполагает проведение конкурса в концертном зале в Роттердаме с учетом соблюдения социальной дистанции и регулярного тестирования на COVID-19. По второму сценарию конкурс также пройдет в концертном зале, но без приезда участников. Их выступления будут транслироваться, а некоторые части конкурса, например, шоу-программа, будут проходить вживую. Третий вариант – проведение «Евровидения» полностью онлайн. Окончательное решение о формате будет принято в ближайшее время. На минувшей неделе внимание всего мира было приковано к небольшому государству в Юго-Восточной Азии. Мьянма, или как раньше называли страну Бирма, пережила очередной государственный переворот. Военные взяли под стражу лидеров правящей партии и объявили о чрезвычайном положении. Примечательно, что обычные люди, в том числе врачи и учителя, заговорщиков не поддержали и встали на сторону свергнутой власти. Из-за этого противостояние только усилилось. В ситуации разбирался Амир Хайдаров. В Мьянме, спустя 10 лет после передачи власти в демократическое русло, военная хунта снова взяла страну под свой контроль. В госперевороту предшествовали парламентские выборы в ноябре прошлого года, результаты которых, по мнению военных, были сфальсифицированы. В итоге, 1 февраля, перед началом первой рабочей сессии нового парламента, в Мьянме начались аресты членов правящей партии. Среди задержанных фактический лидер страны Аун Сан Суджи. Именно она стала символом демократических преобразований в Мьянме. Вдохновленная примером Махатмы Ганди, с конца 80-х она выступала на многотысячных демонстрациях с требованием реформ и свободных выборов. За открытую критику военной диктатуры Аун Сан Суджи поместили под домашний арест. Мировое сообщество не оставило без внимания ее политическую активность. И в 1991 году она получила Нобелевскую премию мира. 15 лет политик провела под стражей. Ее последний выход на свободу совпал с реформами в правительстве, и она снова включилась в политическую борьбу. Тем не менее, на роль президента страны она претендовать не могла, из-за того, что ее дети являются иностранными гражданами. Как я ранее говорила, если мы выиграем и наша партия сформирует правительство, я буду больше, чем президент страны. В 2016 Аун Сан Суджи получила пост государственного советника, а ее близкий соратник стал президентом. Тем не менее, похоже, что в этот раз история для нее снова повторилась. Очередные парламентские выборы и очередной арест. Как сообщили военные, госсоветника обвиняют в нарушении закона об импорте. Солдаты, проводившие задержание, обнаружили в ее резиденции радиоприемники, которые были ввезены в страну незаконно и использовались без разрешения. Правящие партии не согласны с выдвинутыми обвинениями и призывают к акциям гражданского неповиновения, к которым уже присоединились врачи и учителя по всей стране. А жители каждую ночь устраивают пункт-кастрюль. С осуждением захвата власти военными уже выступили лидеры многих стран. Президент США даже пригрозил ввести санкции. А Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить всех политиков и воздержаться от возможного проявления насилия. Члены Совбеза призывают к соблюдению прав человека, свободы и верховенства закона. Также они подтвердили необходимость устранения причин кризиса в штате Рокхайн и создание условий, необходимых для безопасного и добровольного возвращения беженцев. Именно из-за ситуации в этом регионе страны, где проживает народ Рокхинджа, в 2017 году в Мьянме произошла одна из крупнейших гуманитарных катастроф. Выше 700 тысяч человек были вынуждены бежать из страны из-за преследований со стороны властей. Руководство в лице госсоветника подверглось кризике мирового сообщества, а в Международный суд ООН подали обвинение в геноциде. Ситуация с Рокхинджа отрицательно сказалась на репутации Аун Сан Суджи за пределами Мьянмы. Тем не менее, она остается популярной среди буддийского большинства. По данным опросов, проведенных в 2020 году, ей доверяли свыше 70% населения. Накануне недовольные политическими изменениями жители впервые вышли на протест в крупнейшем городе страны Янгоне. Однако, судя по количеству солдат на улицах и блокировке социальных сетей, военные не собираются отступать. А теперь коротко о том, что вы могли пропустить ранее. Эксперты ВОЗ пока не нашли в Ухане источник заражения вирусом, но расследование продолжается. Китай же предлагает провести проверку и в других государствах. Одна из версий Пекина. Ковид-19 могли привезти в Ухань вместе с замороженной продукцией. США смягчили миграционную политику. Беженцы получат больше квот. А стать американцем явно станет проще, но только тем, кто уже находится в стране. Правда, не все так просто. Инициативы новой администрации уже встретили сопротивление. Аплодировать можно, а вот петь и скандировать нельзя. Международный Олимпийский комитет и организаторы соревнований в Токио опубликовали коронавирусные правила для болельщиков. Все гости игр должны составить подробный план на две недели. Где будут жить и какие события посещать. А самим спортсменам запрещено быть зрителями. Увидеть они смогут только свои собственные соревнования. Две недели после прилета участники должны будут провести на карантине. Организаторы не рекомендуют гостям пользоваться общественным транспортом. И предупреждают, все мероприятия фанаты посещают, что называется «Наствой страх и риск». Между тем, не исключено, что Олимпиаду отменят, если ситуация будет опасной. В свою очередь, глава Оргкомитета заявил, что игры состоятся, несмотря ни на что. Во многом от решения в Токио зависит судьба и Пекинской Олимпиады, до которой остался ровно год. В Китае по этому случаю уже презентовали дизайн факела, а в городах начался обратный отчет. Несмотря на пандемию, в Пекине уже завершили все работы по подготовке спортивных объектов. Часть из 12 арен – это переоборудованное наследие летних Олимпийских игр 2008 года. Если главные зимние соревнования четырехлетия не отменят, Пекин станет первым городом в истории, который принял и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Мы имеем один год, чтобы уйти. С вместе мы будем готовы. А сейчас в эфире рубрика «Цифра недели». По итогам семи дней мы выбираем число, которое нам показалось важным, актуальным или интересным. Итак, это 49 миллионов 500 тысяч. Именно такое количество литров пива пришлось вылить пабам в Великобритании с начала пандемии. Еще раз – 49 миллионов 500 тысяч. Итоги подвели на минувшей неделе. У алкогольного напитка просто истекал срок годности, а спрос уменьшился из-за закрытых ресторанов и пабов. Чтобы оценить потери, представьте около 20 полных Олимпийских бассейнов или 495 тысяч ванн. По данным местной ассоциации пива и пабов, недополученная прибыль достигает 453 миллионов долларов. Закончим сегодня позитивной новостью из Китая. Там на этой неделе сразу 14 маленьких панд приняли участие в праздновании наступающего Нового года по местному календарю. Медвежат поместили на специальную сцену для фотосессии. Малыши кувыркались и играли друг с другом, а некоторые даже попытались сбежать с мероприятия. Все панды родились во время карантинного 2020-го на специальной исследовательской базе по разведению животных. Из 14 медвежат особое внимание было приковано к двум малышам, родившимся в самом начале эпидемии. Реганмиан и Даньхунгао. Имя старшего брата это самое популярное блюдо из лапши в Ухане, а младшего в переводе с китайского означает пирожок. Сообщается, что количество панд во время пандемии в мире существенно выросло. Таким был мир на этой неделе. Увидимся в следующее воскресенье.